Это один из сценариев встречи с противником. И далеко не единственный. Окопы, лес, город, открытая местность. Придется бегать, приседать, ползти, падать и раз за разом подниматься. В общем, тренировки не только для сильных телом, но и духом. Такую закалку прошли уже сотни курян. Здесь учат действовать четко по команде, как единый механизм. От работы каждого отдельного бойца зависит судьба всего отряда. Среди тренирующихся как новички, так и ребята с военным опытом. И все как один твердят, кто, если не мы. В программу нашей подготовки входят такие дисциплины, как специальная тактическая подготовка, засадные, контрзасадные методы, топография, работа со связью, с беспилотными летательными аппаратами. Ну, в общем, очень много всего нужного и интересного. Доброволец под позывным 51-й в армии не служил, но учился в школе со спецподготовкой. На гражданке мечтал освоить военную профессию. Как только представилась возможность прокачать боевые навыки, сразу же примкнул к патриоту. У меня не было никаких абсолютно корыстных помыслов, для чего мне нужно тренироваться. Я считаю, что основа военной службы, умение обращаться с оружием, особенно медицина, это просто гиперобязанность любого сознания гражданина, потому что это нужно не только в нынешних условиях. Записаться в ряды добровольцев может любой желающий. В объеме подготовки, недельный курс обучения, тот объем предметов, вжатый промежуток времени, который необходим для использования добровольцев по охране, обороне критически важных объектов, расположенных как в пограничных районах, так и на территории Курской области. Те, кто решит записаться в ряды добровольцев, будут вести патрулирование, помогать пограничникам, подразделениям Минобороны и Росгвардии. Сделать это можно по телефону. Плюс семь девятьсот пятьдесят один ноль семьдесят три семьдесят шестьдесят четыре и плюс семь девятьсот восемь сто двадцать один восемьдесят двадцать девять. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня.